...возведена в приоритеты. Ведь если рассматривать соревновательную... Не сегодня, она изначально возведена в приоритеты. Изначально, да. Но если соревновательную деятельность рассматривать как инструмент, просто... Невозможно. ...принципов, подожди. Какой был. Как один из моментов воспитания, совершенствования спортивных выроков. Опять ты говоришь спортивных. Но физических, я сейчас не цепляюсь за слова. Просто как одна из сторон. Есть такое. Но, если, например, уважать перворазрядника, надо... И, например, ведь это в тренировочном процессе, например. Если ты зашел в ферзь такой, чемпион мира в спортзал, да? И давай, о-о-о, там... Да, это значит, ты уже вверх идешь, да? А если ты чемпион мира, там, не чемпион мира, в одном и том же зале соревнуешься, никаких тебе поблажек. Понимаешь? То есть соревновать на весе как просто один из элементов процесса. И она должна быть, ее величие должно быть снижено. Ну, займу первое место красава, но завтра ты уже будешь, может быть, и десятом, и вторым. Но она никогда не может быть снижена. Нет, вопрос, как система настроена. Наша система сейчас настроена на то, чтобы... Возвысить. Возвысить. А если это просто... Выклад соревнования? Ну, что-то, да не важно, какой-то... Об этом говорил Кана. Поэтому создание так называемой рандори, свободных поединков... Видишь, слово мы говорили сегодня? Свободных поединков. Отличное слово. Где мы свободны. И мы настолько свободны, что мы договариваемся о тех правилах. Мы с тобой вышли, и мы с тобой договариваемся. Ну, вот это так и у меня было всегда, например, Царство Небесное Алексей Вячеславович Фролов. Он говорит, давай сейчас куш-куш там. И вот мы там легонечко как бы боремся. Мы договорились. Все, и он там, исходя из своего нынешнего физического состояния, я исходя из того, что там я чему-то учусь, там, да, его как бы вообще как высокого спарринг-партнера, да. И нам обоим хорошо, мы договорились, и мы как бы это самое. И вы самовоспитываетесь через это? Да, мы каждый самовоспитываемся очень хорошо. Понимаешь? Вот, если я иду дальше, например, договорился и участвую в чемпионате России или мира, или Европы, да, там договоренности тоже, по сути дела, там рандоли на другом уровне договоренности. А там нет у тебя уже, твоих договоренностей. Ты можешь не участвовать. Да. Ты можешь не участвовать, ты можешь выйти из системы. Понимаешь? Конечно. Значит, пускай будет свобода, пускай будут те, кто хочет идти туда, и пускай будут те, кто сам откажется от этого. Я согласен, да. Вот понимаешь? Поэтому, может быть, не надо отрицать, вот, как бы, нету противоречия между тем, о чем ты говоришь, и противоречия между официальным спортом, который предлагает путь, там, соревновательный. Ты говоришь, ребята, вот вы, если хотите, вот путь, не хотите, не нужно. Моё мнение как тренера, и ты в меньшинстве, да, что не нужно идти на соревнования, я вам не советую. Один ученик говорит, Раван Георгиевич, вы для меня авторитет, я не хочу, я с вами согласен, вот, поясните, почему. Ты поясняешь, он говорит, да, я на самом деле согласен. Всё, твой ученик, он принял твой метод, ты его любишь, он сам по свободу проявил, понимаешь? А он другой скажет, Раван Георгиевич, знаете, я всё-таки хочу попробовать. Ты говоришь, ну, это твой выбор, но я, как бы, считаю, что это не совсем правильно. Ты говоришь, ну, хорошо, всё, свобода, понимаешь? Пускай будет свобода. Понимаешь? Я, вот, например, на определённом этапе, там, либо меня, ну, как говорится, жизнь немножко подтолкнула отказаться от этого метода, да, сам я немножко там тоже додумал, да, знаки какие-то, я же тоже мог пойти дальше. Ну, я же, как бы, стоп-фактор сделал, сказал, нет, выбор я сделал, там, в сторону не спорта, понимаешь? Поздравление. Да, а в сторону, там, допустим, жизни, вот. То есть это свобода моя проявилась. А ты, получается, что, как говорится, имеешь право, безусловно, свою точку зрения, вей, но не хотелось бы, чтобы ты в своей точке зрения, как бы, как антагонист вступал. А ты говорил, я да, за, если это выбор тебя, моего ученика, как личности, и ты мои, например, аргументы не совсем, как бы, принял, ты можешь. Ну, я тебя жду всегда, возвращайся, всегда, потому что это, как бы, здесь я уже не регулирую. А вот процесс тренировочный, пожалуйста, приходи ко мне, все, без тренирования. То есть дай свободу. Тогда твоя система полная. А ты, как, если ты будешь антагонистом, да, то эти красные, эти белые. Не, ну мы же говорим о том, что нежелательно два пальца вставлять в розетку. Ну, ты меня не остановишь, если я захочу их туда вставить. Я не буду сейчас остановить. Да, ты мне скажешь, я тебе скажу, ой, спасибо, а то я, честно, не знал. Никого не жалко, да? Никого не жалко. Если ты разговариваешь не с ребенком, а ты разговариваешь с половиной самого человека, да, то ты, как говорится, ее... Хорошо, тогда вопрос такой, да, вот мы говорим о детях. И ребенку я могу сказать, не надо туда два пальца. Ты несешь ответственность. Я несу ответственность. Я несу ответственность. Я, как, допустим, педагог, да, который есть справедливость, да, долг и честь и свобода. И я, как педагог, использую, да, вот мы говорим сейчас, допустим, о какой-то, а не о соревновательной деятельности, и мы говорим, точнее, о духовности, да. Я говорю, что вот этот метод соревновательный, он не воспитает духовность. Метод то, что мы изучаем технологию дзюдо, которая дает возможность физически окрепнуть. Методы тренировочного процесса, такие, как рандори и свободные спарринги, дают возможность улучшить качество техники в свободном спарринге. Но я, как человек, который более опытен, да, и я все-таки детей должен обезопасить от того, чтобы они ставили два пальца. Но когда достает момент, как мы знаем, да, есть такое понимание совершеннолетия. Здесь я говорю, пожалуйста, делай, что хочешь. Но если мы говорим относительно детей, в этом случае я не имею права морального просто-напросто их вводить в состояние катастрофы. Очень смотри, хорошо ты затронул ситуацию, да. Очень непонятно в твоей системе, где начинается ребенок, где начинается взрослый. Ну, мы берем общие принятые понятия. Нет, нет, не работает. Каждая личность, кто-то, знаешь, созрел 16 лет, уже полком командовал, а кто-то 18 еще инфантилен и 20 инфантилен. Не к цифрам, да, ты не считаешь? Да, мальчики менее, женщины, девочки уже взрослые, уже личности там, да. А я отвечу на это вопрос. Вот есть шкала, не понимаете, мне кажется, вот я недавно ходил на спектакль, «Завтра была война», вот хороший театр на декабристах. То есть можно и в 9 лет это взрослые? Очень понравилось, да. То есть дети, там, столкнувшись с проблемами, да, там, смерти своих, там, близких и так далее, с каким-то... Они стали взрослыми уже в 16, ну, в данном произведении, да. Я знаю в жизни людей, которые стали в 9-10 лет, подеряв родителей взрослыми личностями. И ты когда им говоришь, нет, нет, я тебе еще в 18 будет, а она или он, они уже в личности взрослые. Поэтому здесь, мне кажется, вот если у тебя право есть родителя, тогда да. Если у тебя есть право просто уже менее близкое, да, учителя, там, старшего, там, товарища, тренера, ты уже, ну, мне кажется, да, что ты уже отдаешь на свободу выбора этого человека, если он, скажем, заявляет о своем свободе выбора. Меньше прав, да? Да, ты заявляешь? Меньше прав. Если он говорит, ну, учитель, как вы скажете, я приму ваше решение. Ты говоришь, не выступай. Я тебе, как учитель, считаю, что это неправильно. Он говорит, я принимаю ваше мнение. А если он говорит, учитель, я очень уважаю ваше мнение, но у меня другое мнение. Ты говоришь, твоя свобода. Я тебя также продолжаю любить и готов тебя всегда видеть. Я на тебя не обижаюсь. Да? Я согласен с тобой. А я так и делал. Другой бы спорил. А другой бы спорил. А ты знаешь, я ни одному, ни одному своему ученику, когда я преподавал джудо, никогда не делал запрет на участие в соревнованиях. Ни одному. Молодцы. Это значит, что ты на самом деле не антагонист. Да нет, я просто не ставил вопрос этот. Но вопрос ставили мне родители. Они меня заставляли сказать им ихнее решение. Они мне приходили и говорили, а когда у нас будут соревнования? Я говорил, когда хотите. Тогда вы принимаете решение, не я. Я обучаю технологии. А вы принимаете. Вы возьмите ответственность. Ответственность тоже такое понятие. Возьмите ответственность на себя. Вы привели ко мне. Хотите переложить на меня ответственность. Как ты говоришь, если бы это был мой ребенок, я готов взять ответственность на него. Но это не мой ребенок. Или переложите тогда... Или переложите тогда ответственность себя, как родители, на меня. Перепишите. Откажитесь. Права дайте мне. Дайте права мне. Тогда встанет другой вопрос. Я тогда буду принимать решение. А до этого как? Я никогда ни одному своему ученику не запрещал участвовать в соревнованиях. Значит, ты... Но с другой стороны... Ты молодец. Я скажу тебе так. С другой стороны. Я всегда говорил так. Будьте внимательны. Есть такая поговорка. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Потому что ты должен быть четко понимать степень ответственности. Перед собой прежде всего. Вот у меня там боролись... Ну, были, допустим, там взрослые ученики. Ведь так называемые ветераны. Да? Я всегда говорил. Надо аккуратнее подумать. Все-таки надо думать о том, что у вас режим вашей жизнедеятельности не такой, как у спортсменов, у профессиональных. Все-таки... Если вы хотите получать те же удовольствия от чувства единоборства, вот день борьбы Рандори. Вот, мы с тобой сколько раз делали. Да колоссально ничего. Мы 20 минут с тобой возились, крутились, все. Я пустил большую ночь. И так, и сяк. И то, и то травмы могли быть. И то какие-то микротравмы были. Где-то там что-то палец, где-то там нога, где-то там это. Но мы были, мы уходили из зала, как это, удовлетворенные. Мы каждый для себя сделал какие-то выводы, где-то что-то получается, где-то где-то не получается. Но здесь другой. Некоторые мои ученики, вот эти, которые уходили, они уходили, а потом возвращались. Разрыв связки. Это операция. В результате я чувствовал, что моя вина. Знаешь, какая моя вина? Я не убедил в том, что не нужно. Я не встал стеной. Понимаешь? Взять того же нашего друга, который был здесь, Андрея. Да? Колени все сломанные. Там стоят протезы, там еще чего-то. Все почему? Он пытался доказать всем, что он что-то еще может. Видишь, что он пытался? Он пытался доказать всем. Значит, он не реализовался в детстве. А не имеет значения. Не надо ничего реализовываться в детстве. Ничего никому доказывать не надо. Это заблуждение. Он себе хотел. Себе ты можешь доказывать. Его выбор. Да, но в то же время его выбор. Но видишь как? Но я-то, понимая это все, должен... Давай заходим. Почему? Я так думаю, что все-таки, как ты говоришь, да, в 16 лет уже там командовали полками. Это исключение из правил этой единицы, эта ситуация или среда вынудила их. И личность была готова. Ты понимаешь, вот, например, на кого-то свалится, и тот человек может быть... Нет, он может быть не готов, да, кто-то... Он его сожрет мир, все, он исчез. Но опять-таки, среда его воспитала таким. А каким он потом выходит, когда все заканчивается? Большинство таких людей вырастали, я тебе скажу, не совсем одухотворенными людьми. Мне так кажется. Но личностями. Вот понимаешь, вот здесь вопрос вот как бы тоже... А что такое личность? Вот смотри, есть такая песня у группы «Воскресенье». Он поет там. «Хороший парень и больше ничего». А есть, например, тогда противовес хорошему парню и больше ничего. Например, «Ярчайший демон и больше ничего». Может быть, это так. «Ярчайший демон и больше ничего». Почему я на первое место в нашей дискуссии поставил все равно свободу? Что человек сам выбирает, кем ему становиться. Либо, хотя я сам 12 лет вегетарианец, да? Либо ты становишься как бы вегетарианцем, как полно говоря, хорошим парнем и больше ничего. Либо ты становишься там... Ну, я иду, что ли, перед собой так и говорю. А ты становишься, например, «Ярчайшим демоном». «Ярчайшим демоном». Ты, вот, например, ты тренер демонического характера. Ты считаешь, что не должно быть соревнований для детей. И ты выгоняешь своих учеников, объяснив им предварительно, конечно. Выгоняешь своих учеников, которые решили принять участие в соревнованиях, когда ты считаешь, что не нужно. Ты как бы наступаешь на свободу. Ты насилие, но ты ярко. Тебя запомнят. Ты скажешь, что Роман Георгиевич нас выгнал. Вот какой он. Ненавидим его. Но ты зато ярко свою позицию. И они эту позицию будут всем говорить. И они запомнят эту позицию. Но ты хочешь быть хорошим. Ну, я не беру тебя лично, да? Но ты хочешь быть хорошим. И я как бы, ну, ребята, ну, это ваше право. Ну, я вас здесь, ну, туда и сюда. Понимаешь? А вот получается, что быть мне вот таким. Девочки, здесь, да? Либо мне быть демоном. Таким в тренерском плане. Может, хотим все через призму своих. Чего я? Искусство там, да? И на все. Вот. Они уже кушали. Валерий Максимович. А, пускай еще. Пускай еще поедят. Там полна. Девочки. Понимаешь? Поэтому, мне кажется, что свобода в первую очередь. Свобода выбора. Но, знаешь, для того, чтобы свобода была настоящая, очень важно быть образованными людьми. Образованными и одухотворёнными людьми. Опа, 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 сейчас. Все. Хорошо. Главное, чтобы не отцепилось. Слово нет, если дел. Так, мы делаем паузу. Что, Валерий? Рекламная. Образованность. То есть, создание образа. Да. Пауза. Легко, легко, легко.